МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем, кто уже потренировался или только собирается. В эфире первого крымского программа «Мой спортс». У меня ее ведущий Валерия Назирян. Прошлая неделя получилась по-спортивному насыщенной. Количество ярких турниров зашкаливало, поэтому вам в течение следующего получаса скучать точно не придется. Итак, сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все любители скорости и острых ощущений получили заряд бодрости в Черноморском. Там прошел открытый кубок полуострова по ралли. Кроме рева моторов и сильного состава участников, изюминку этому мероприятию придала трасса. В крымском раллийном туре она единственная с гравийным покрытием. То, что скорость – привлекательная, но опасная штука, когда выходит из-под контроля, участникам своим присутствием напоминает традиционный десант на такого рода мероприятиях – сотрудники ГИБДД, пожарной и скорой помощи. К счастью, их навыки в данном случае не пригодились. 18 экипажей из разных регионов полуострова проявили максимальный профессионализм и выдержку. Согласно регламенту, гонщики должны были в две секции преодолеть дистанцию в 62 километра. В ходе соревнований путь на один круг сократили. В классе Н3 первым на финиш пришел экипаж Алексея Панова и Анастасии Макаровой. Кстати, Настя впервые испытала себя в качестве штурмана. Процесс притирки еще не закончен. Однако первое место – весьма неплохой промежуточный результат. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Это крылатое выражение и к автоспорту подходит на ура. Экипаж Ивана Луценко и Виктора Дерия всегда выступает на гонках под номером 1. Неудивительно, что и к финишу красавец Субару обычно тоже приезжает первым. Тем более с такими-то болельщиками. Я боюсь Ивана Ивановича, потому что у него быстрая машина и красивая машина. И у него, я хочу, чтобы он был на первом месте. Раллиная дистанция в Черноморском сама по себе рабочая, а вот покрытие трассы все равно было непривычно. Сложнее ехать на асфальте, там скорость больше получается. То есть, если на грунте все равно скорость не такая, то на асфальте скорость в два раза быстрее получается. Поэтому как бы асфальт ехать всегда сложнее. Конец осени в крымском автоспорте обещает быть не по погоде жарким. Автолюбители смогут насладиться двумя яркими турнирами. 18 октября в селе Ароматное пройдет второй этап открытого Кубка Крыма по ралли-рейдам. Там же, в Бахчисарайском районе, 1 ноября состоится третий этап Кубка полуострова по горным гонкам. Организаторы обещают, будет интересно. Спортивную форму правоохранители оценивали в Симферополе. Впервые после завершения всех регистрационных процедур Крымская региональная организация Всероссийского спортов общества «Динамо» провела первый турнир под своими знаменами. Собрать удалось представителей 14 силовых ведомств. Кому из них в итоге сопутствовала удача, смотрите в нашем видеоматериале. К дебютным соревнованиям крымские «Динамовцы» подготовились основательно. Оркестр, руководители почти всех силовых ведомств и отличный состав участников. Что еще надо для хорошего турнира? Сегодня мы проводим шведскую эстафету и перетягивание каната. А через неделю ровно на территории бригады внутренних войск мы проводим соревнования по мини-футболу. Будем собирать сборную и будем выступать со следующего года на соревнованиях Всероссийского общества «Динамо». Примечательно, что все виды «Динамовских» соревнований командны. Чувство локтя в работе правоохранителя особенно важно. К примеру, военнослужащий внутренних войск МВД Артур Тутаян может похвастать медалью чемпиона Украины и корочкой мастера спорта. Однако в эстафете мало личных качеств, нужен коллективный подход. Сейчас, по словам Артура, отношение к спорту совсем другое, особенно в силовых структурах. Спорт вообще важен. Сейчас все больше и больше стали проводиться какие-то массовые мероприятия. К участию приглашают не только профессионалов, а любителей. Спорт в массы – это очень важно всегда, и тем более для силовика. Усилия Артура Тутаяна не оказались напрасными. Команда внутренних войск стала безоговорочно первой. На втором месте в эстафете расположился коллектив федеральной службы охраны. Тройку призеров замкнули. Специалисты федеральной службы по контролю наркотиков. Внимание! 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 Чего-чего, а эмоций в перетягивании каната хватает. Здесь они часто бьют через край, и на первый план выходит характер. В этот раз он был сильнее у сотрудников Министерства внутренних дел. Все справедливо. Они и результат показали отличный, и готовились основательно. Недельку уделили плотно, до обеда, после обеда, тренировки 2-3 раза в день. То есть перетягивали камазы на базе, груженные там оружием, так что-то туда-сюда. Так что мы готовы, как бы готовились. Ну, результаты как бы соответствуют. Второе место осталось за крымским филиалом Краснодарского университета МВД. Бронзу завоевали представители федеральной службы исполнения наказаний. Общий уровень турнира показал, что крымские силовики уже соскучились за хорошей проверкой своих физических навыков. Такая массовость и серьезный подход к делу полностью вписывается в концепцию нового спортов общества «Динамо». На днях эту организацию уже официально зарегистрировали в российском правовом поле и сформировали структуру. Учитывая то, что порядка 90% всех спортсменов-олимпийцев и в Украине, и в России с эмблемой «Дэна Груди», задача не может быть другой – еще быстрее, еще выше, еще сильнее. Мы восстановим былую славу «Динамо-вцев Крыма». И не просто восстановим, мы ее приумножим. Сегодня первые соревнования в рамках общества. Спортсменов довольно-таки много. Много молодых людей, детей, школьников, которые готовы заниматься спортом и влиться в ряды «Динамо-вцев». «Динамо» будет самая емкая, самая большая, самая профессиональная спортивная организация в Республике Крым. Следующий этап комплексных соревнований под эгидой «Динамо» пройдет уже 17 октября. Силовики будут соревноваться в мини-футболе. Главный лозунг «Динамо» – сила в движении. Так вот, новое уже российское спортобщество «Динамо» двигается вперед, причем весьма активными темпами. О том, что уже удалось и что только предстоит, мы сегодня поговорим с первым заместителем данной организации Александром Коркиным. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день. Александр Владимирович, ну что, «Динамо» официально, собственно, вернулась, причем ярким, красочным турниром. Скажите, он вам понравился лично или нет? Было очень захватывающе. Я не ожидал, что настолько будет канат, вот так вот, просто сверка. Ну и эмоции били просто, да? Эмоции били, да. И было ведь, вы же видели, как было все серьезно. Я боялся, что канат порвут. Ну там были такие ребята, которым это было под силу. А скажите, количество профильных видов, если говорить уже непосредственно о работе спортов общества, планируете как-то увеличивать, менять вообще, вот что в этом направлении будет делаться? Ну, во-первых, мы будем все равно опираться на спартакиаду Центрального Совета. Я хочу, чтобы «Динамо» Крым у нас с третьей группы тихонечко доросло до первой, и мы поборолись с Татарстаном, который является у нас законодательный мод. Так скажем, несколько лет поподряд они выигрывают. Но, учитывая традиции, которые здесь есть, это игровые виды спорта, это единоборство особенно, я думаю, что мы займем свое достойное место. И вот уже недалеко сегодня у нас гиревик уже участвует в абсолютке, участвует в Тюмени на соревнованиях Центрального Совета «Динамо». То есть уже первые медали могут пойти, да? Уже первый мастер спорта у нас. Ну вот, не больше, не меньше, да? А скажите, многое вообще, на ваш взгляд, необходимо менять, чтобы вот с тем же Татарстаном мы могли на равных условиях конкурировать и где-то даже выигрывать? Нам нужно улучшить наши базы, улучшить базы, которые немножко устарели, так скажем. А так, в целом, я считаю, что крымский спорт достаточно высоко стоит, очень высоко. И было приятно познакомиться с теми спортсменами, которые у нас есть. И я не думаю, что Крым отстал, вряд ли, нет. Я думаю, что мы очень имеем серьезных спортсменов. А уже полностью разобрались со старым наследством или нет еще? Ну, я скажу, что это в процессе. Все в процессе. Думаю, что вот все вот эти перемены, которые произошли в Крыму, в целом, наверное, я бы сказал, в России, да? Вот с Крымом уже. Я думаю, что мы идем вперед и все в процессе. Мы разберемся, сомнений нет. Ну, смотрите, сейчас вот чем ближе 2016, тем больше на слуху, да, олимпийские перспективы. У динамовцев, какие они, у крымских динамовцев? Ну, вы знаете, нельзя нам разграничивать спорт олимпийский, не олимпийский. Все-таки все едино. Все едино, конечно. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши спортсмены участвовали в Олимпиаде. Мало того, мы хотим, чтобы наши динамовцы были в сборной. Ну, и, естественно, без побед какой же спорт? Я думаю, что только вперед будут олимпийские чемпионы. А скажите, вот, знаете, часто говорят, большим задачам большой подход. Насколько сейчас спорт общества готово совместно работать с тем же профильным министерством? И насколько такая хорошая связка, она вообще необходима сейчас? Ну, вот эти вот соревнования, которые у нас прошли в пятницу, они показывают, что наш силовой блок, наши коллективы физкультуры очень дружны. Так получилось, что не надо никого было уговаривать. И, представляете, 12 команд вот на первые вот эти виды, 14 на футбол заявлены. То есть, это очень много для первых соревнований. Поэтому, я думаю, что мы все вместе. Очень приятно было. Александр Ильич, ну, наверняка, да, вот, есть какие-то все равно определенные отличия между тем динамо, которое было раньше сейчас, и которое действует в России. Может быть, это рабочие нюансы какие-то там, законодательные. Вот расскажите подробнее о них. Что будет другим? Ну, я, честно вам скажу, я большой разницы не увидел. Видимо, крымская динамо при Украине было настолько сильным, что я разницы не заметил. Честно. Вот, и это очень приятно. Это даже к лучшему. Это к лучшему. Конечно, да. И вот так мы плавно с вами подходим к еще одному важнейшему вопросу. Скажите, насколько сейчас будет меняться подход физического, скажем так, воспитания наших силовиков? Потому что, ну, будем откровенны, да, вот, зачастую еще в бытности Крыма украинским, когда ты видишь силовика, но он мало напоминал спортсменов. Насколько сейчас будет жесткий такой подход? Люди, которые работают на фиоленте, наверное, уже заметили, насколько сейчас много силовиков на беговых дорожках, на перекладине. Вот. В России спорт последние годы особенно очень популярен. Вы, наверное, прекрасно видите, начиная с универсиады 2013 года и так далее, сколько соревнований у нас проходит вообще в целом. Вот. Мы будем принимать чемпионат мира по футболу. Мы принимали Олимпийские игры зимние. Поэтому наш правоохранительный блок, я скажу так, что он от страны-то никак не отходит в сторону. Он однозначно идет в ногу с страной. Поэтому все ощутят, что министерство и ведомство, министерство и ведомство, и их руководители, которые находятся в Москве, в Симферополе, они будут очень много внимания уделять спорту. И, как мы с вами уже однажды говорили, городовых у нас не будет. Не то время. Вот это самое главное, наверное, да? Ну, хочется верить в то, что мы это сделаем уже быстрее. Александр Деворович, давай теперь немного поговорим о личном. Скажите, что вы конкретно цените больше всего в спорте? А, наверное, чтобы руки не отпускались. Всегда быть в тонусе, во-первых. Во-вторых, неважно, выиграл ты, не выиграл. Главное – участвовать. Ну, так сказать, развиваться. И неважно, сколько тебе лет. Ты должен всегда помнить, что стадион, турник – это как мужчине, так даже и женщине. Это даже вопрос самоуважения. Да, самоуважение. Действительно, мы с вами говорили о том, что любой даже, как сказать, маломальский сотрудник, любой клерк, который сидит там в секретариате еще где-то, должен себя уважать, и он должен выглядеть как сотрудник. То есть, вот я за это, чтобы руки не отпускались, чтобы люди занимались собой в том числе. Ну, а скажите, какой вид спорта вам все-таки ближе всего? Наверняка есть определенные фавориты в вашем личном. Рейтинге, да? Да, да. Я очень люблю футбол, сам играл в командах мастеров. Но не могу сказать, что я не люблю единоборство. Все-таки единоборство и футбол, так скажем, одного вида нет. То есть, тут хороший синтез, да, в хорошем смысле слова. А скажите, бывает ли такое, знаете, когда вот смотрите за подругами кого-то из подчиненных, и вот думаете, вот сейчас бы мне или бутс, или спортивный костюм, или трико, вот вышел бы, показал ему как надо. Бывает такое или нет? Хочется тряхнуть с стариной, но уже чувствую, что на том уровне, на котором раньше выступал, конечно, не сможешь. Но для своего возраста могу выйти и видеть. Чтобы в футбол сыграть, можно и побороться. Ну, это хорошо. То есть, поддержка физической формы, она превыше всего, да? Да. Утро у меня начинается с отжимания. Это каждое утро, вне зависимости от погоды, настроения и всего остального, да? Вообще, даже находясь на отдыхе, я переваливаюсь с кровати и начинаю отжиматься. Потому что, ну, чтобы тонус чувствовал. Советую всем также начинать утро. Ну, а скажите, вот опять же, ваш личный девиз, когда вот бывают моменты, когда вот вы или сомневаетесь о чем-то, или прочее, наверняка, девиз должен быть спортивным, да? Каков он у вас? Не сдаваться. Не сдаваться. Ну, это универсальный девиз, который действительно всем, наверное, поможет, в том числе и нашим телезрителям. Александр Юрьевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Остается только пожелать, чтобы «Динамо» бежало, «Динамо» было сильнее, выше и стройнее. Это особенно важно. Сила в движении. Это точно. Спасибо вам большое. Большим теннисом мы с вами уже занимались. Сегодня пришла очередь настольного. Чем же отличается этот динамичный вид от своего старшего брата, мы сегодня и постараемся выяснить. Тем более, с учителем мне, как всегда, повезло. Владимир Прима, мастер спорта СССР, заслуженный работник физкультуры и спорта Крыма, тренер высшей категории, старший тренер отделения Дю США Ялты, старший тренер сборной Крыма. Спасибо, что нашли время показать мне азы настольного тенниса. Скажите, пожалуйста, с чего мы сегодня будем начинать? С чего начинается сандартный? Обычно, когда к нам приходят новички, мы начинаем новички с игровых таких занятий. Но если более взрослые тоже новички, это обычно, как и любой вид спорта, сначала разминка. Где-то минут 5-7 мы бегаем вокруг зала, вокруг столов, и идет общая разминка. У столов ракетки сложим на стол и делаем разминку такую произвольную. На растяжение, на гибкость, на все упражнения, чтобы мышцы были разогреты, и чтобы уже человек подошел к столу, взял ракетку, уже играл, уже разогрел. Как правильно держать ракетку? Вот эта ракетка опущена вниз, и вот это продолжение является продолжением руки, ваша ракетка. Видите? Когда мы начинаем работать с мячом, вот что ваше движение первое делает. Вот что мы делаем, вот что мы делаем. Вот это движение на сетку, вверх, вперед, вот ваш оконечный результат. Когда мы становимся к столу, первое, это стойка. Стойка везде, и в баскетболе, и в футболе, и я имею в виду в боксе, везде. Первое, это стойка, это надо согнуть себя. Первое, поднять пятки, чуть-чуть пяточки на носочках, чтобы более-более подвижным быть. И мы, правильно, восточный результат получаем. Для того, чтобы быстрее у нас ученики научились играть, я могу вам показать на примере, у нас есть стол такой специально. Для того, чтобы человек быстрее научился играть, мы поднимаем одну половину стола. Что мы делаем? Эффект стенки. Да. Эффект стенки. Что мы делаем? Опять же, мы следим за стойкой. Первое. И мы набрасываем мяч, учим детей, чтобы они играли и двигались, и попадали на стол. И слева смотрите, и справа. Вот мы делаем справа. Справа сложнее. Почему? Потому что мяч мы немножко принимаем позже. А со сколько лет вы обучаетесь? Шести лет мы принимаем всех детей. А как этот возраст определяется? Просто шесть лет определенная уже навыка у человека появляется. Мама приходит или родители приходят и говорят, вот нам шести лет, хотят с пяти, ну, пять лет человечек, он еще такой, знаете, озорной. Ему не до этого. Даже в шесть лет приходит. Ну, опять же, начинается с подвижных игр, эстафеты. Вот заинтересовать ребят. Можно было бы как-нибудь прийти к нам на тренировку, вот у нас обычно дети занимаются, вот в шоку у нас там человек 20 приходит на смену, и после этого пробегают эстафеты. Для них не вот это научиться, для них важно это эстафеты. Понимаете, конечно, маленькие призы делают, им интересно это все. У нас сейчас вот в переходный период особенно много обсуждается то, вот как было тогда и как будет сейчас. В бытность Крыма украинским, настольный теннис, плюсы, минусы какие были, опять же, вот что вы ожидаете сейчас после этих перемен? Вот то, что мы были на Украине, то, что вот был у нас настольный теннис, я скажу, что 90% всех, которых соревнования мы ездили за счет родителей. Понимаете, это было все, за все платили родители. В данный момент, вот когда вот произошла вот эта вот, можно сказать, мирная наша революция, и мы почувствовали, что мы в России, мы почувствовали отношения совсем другое. Да, нам обещали там, что у нас будет настольный теннис, что у нас будут бесплатные тренировки, бесплатные поездки. Да, это было, и нас поддержали. Обращаясь и к мэру города, и к руководству Крыма, помогите нам, потому что у нас крыша течет. Уже сколько нам говорили, оказывается, мы еще даже и не думают нам делать эту крышу. Зал, который был у нас до этого вот на Украине, то есть у нас где-то четвертый зал, потому что мы имели свой стационарный зал. Мы бы хотели, единственное, чтобы у нас крыша была, чтобы у нас не портился пол, и мы приложим все силы, чтобы наши дети играли, потому что у нас условия прекрасные, прекрасные. Все начинается с подачи, так же, как начинается, как в большом теннисе. Вы видите, подали сильную подачу, дальше почти игры нет, потому что это эйс, это мы выиграли мяч. То же самое у нас, мы начинаем ребенку чуть-чуть. Есть такая подрезка, подрезанная подача, боковая подача, слева-справа боковая подача. Ну, вот, например, запиленная подача, вот я подаю, запилю подачу. Ближний накоплен, вот так, вот еще, вот и сюда, вот она, вот я делаю это вращение, это топ-спин справа. Владимир Александрович, а вот это что у вас за накопка такая? Вот это называется, как волшебное колесо. Это упражнение для, станок для того, чтобы больше усвоить, больше тонкости, хитрости узнать в настольном теннисе. Это колесо для того, чтобы делать топ-спин. Первое, опять же, мы стоим, что должна быть стойка. Наклонена правая, на правую ногу наклон, и что мы делаем? Мы раскручиваем колесо. Не просто раскручиваем, а мы придаем вращение, мощное вращение, и делаем топ-спин. Вот мы делаем. Первое, мы заперем, наше рука закрепляем, понимаете, становится более такой эластичный, упругой и сильный. Для того, чтобы, да, и для того, чтобы научиться делать правильно топ-спин. Вот то же самое мы за столом, чтобы непосредственно где-то мяч, а где-то на таком уровне, или где-то. Вот мы то же самое делаем здесь упражнение. Это мы делаем тоже топ-спин, посмотрите. Видите? Чтоб непосредственно у стола. Вот первое, мы вращаем, направляем, показываем, куда мяч летит. И только потом, по окончанию траектории у нас рука здесь. То есть, вот это техника исполнения топ-спина. Вот. Мы делаем. И справа. А и вот слева. Это топ-спин слева. Вот она делает. Тоже все на скорости. Вот это топ-спин справа. Только успевай собирать после такого удара. Скажите, подачу, допустим, если делать, как лучше закручивать под угол или нет, в принципе, если, допустим, настраиваясь на результат. Для чего? Чтоб предугадать, как вы мне мяч отдадите, как вы мне выбросите, понимаете? Чтоб я после этого уже знал, после своей подачи должен обязательно выбрать очков. Вот, например, подача, как это, топориком, я подаю, допустим, эту подачу, я знаю, что подача будет там. Как бы вы не хотели, потому что вы немножко не знаете эту подачу. Кто-то знает по-другому. Вот я подам эту подачу, а мяч там, на мау. Или на слой подругой. Да, вот вы стоите, вот я подаю подачу, видите? А мяч летает сюда. За него. О, подойдите. Вы напряглись, стоите на одной ноге, без тела на двух ногах, чтобы вам удобно было двигаться. Переносить справа налево, справа слева направо, без тела, понимаете? Тогда будет легко двигаться. Как двигаются боксеры? Они на месте не стоят. Все полусогнуты, все в движении. Вот движение, короткое движение кисти. Вот вы говорите, вот это есть кистевое движение, потому что кисть, это основа в настольном теннисе. Есть ли, допустим, в настольном теннисе вообще какой-то предел возраста? Ну, если ветеранские проводят чемпионат мира, мы проводили, допустим, от 35-ти, 40-ка лет до 70-ти и старше. Европа тоже проводит чемпионат мира, 70-ти старше, 80-ти старше есть игра. Ничего себе. Вы понимаете? Да, да, да. Владимир Алексеевич, спасибо вам большое за интересную тренировку. Побегали мы с вами знатно. Вит спорта интереснейший. Более чем немножко. Я обычно детей проверяю так, вспотел, нет, вспотел. Вот видите, старался, старался. Спасибо, берегите себя и до скорой встречи. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы с вами сегодня узнали, что такое настольный теннис. Вы знаете, после этой тренировки сказать, что эта рука с трудом двигается, это ничего не сказать, потому что нагрузка куда больше, чем на многих силовых видах спорта. Кроме того, этот вид спорта, он интересный, это самое главное. Он динамичный, это тоже немаловажно. И он заставляет думать. Это, наверное, ключевой аспект. Так что приходите в секции настольного тенниса, благо их сейчас хватает по всему Крыму. Учитесь и становитесь мастерами, как минимум. А я на следующей неделе попробую что-нибудь новое. Вот и все, чем мы успеваем поделиться с вами в сегодняшнем выпуске. Через неделю вас ждет новая порция свежей спортивной информации. Так что не пропустите, будет интересно. Это была программа «Мой спорт» до встречи. Редактор субтитров А.Семкин